здравствуйте мои дорогие друзья доброе утро несмотря на то что у нас отвратительная погода вот такое вот резкое изменение погоды как-то не очень приятно то было все время тепло тепло днем 24 градуса ночью тоже тепло и вдруг резкое похолодание и говорят что это не все вообще показывали в новостях что там в москве вообще какие-то зимние будут вроде бы опадки по белорусски вот днем вчера было прохладно а уже ночью дождь ветер я даже не отключала свое отопление так я на ночь его отключаю потому что было еще тепло хорошо и даже шмяк мой пришел вечером домой ночевать вот но с чего я хотела начать начать я хотела с того чтобы вам показать что же я получила faberlic я вчера сходила за заказом но по дороге увидела что моя света работает это что она просила заказать я ей отдала сразу а заказала она пятновыводитель и для духовок средства для духовок она все время это заказывает еще порошки в общем все вот такое вот мыльно-рыльная что же заказала я я вам сейчас покажу вот но сначала я хочу поблагодарить моего подписчика моего зрителя который прислал мне переводик я сегодня вы знаете я каждый день не заглядываю не хватаю телефона не смотрю пришли мне там какие-нибудь деньги или еще что-нибудь просто я сегодня увидела что зашла на вал berries и смотрю появилась кофе появился кофе турецкий я конечно очень обрадовалась думаю надо заказать но для этого надо пойти положить деньги на карточку потому что я деньги положила в начале месяца вот как получила пенсию быстренько заплатила за я так найти я не ложу на карточку не получаю на карточку чтобы ходить с ней оплачивать я что-то вот как-то я не знаю что ты я к этому привыкнуть не могу я только ложу получаю пенсию и наличными на почте и потом ложу определенную сумму для того чтобы заплатить за интернет который у меня в компьютере которые у меня на телефоне на одном на другом вот за фаберлик если что-то заказать ведь девчонки тоже они же мне деньги потом отдают я уже тут несколько раз уже и не заказывала даже ничего говорю надоело мне это все платить вот это вот теперь надо столько много за эту комплектовку с доставку поэтому мне уже и не хочется даже заказывать но они как-то вот просят я отказать не могу потому что я с ними общаюсь ну и получается так что положила деньги и раз одна просит другая просит ну что заказала заплатила а пойти допустим просто заплатить через почту там еще рубль надо заплатить и это получаются эти заказы да еще представляете заплатить получить отнести отдать самой за это все платить я уже говорю девочки я уже все я бросаю это я не хочу не хочу пошла в магазин когда надо тебе какое что-то там чистище и моющее купила без всяких проблем но получается так что просят и вот я значит сегодня утром заглянула на валберес думаю посмотрю вот какие там конфеты есть и так просто так от нечего делать а посмотрю-ка я кофе раньше уже у нас наверное с полгода его не было появилась девочки но цены конечно цены конечно не такие как вот я последний раз брала в этом самым под заказ самое дешевое я нашла двести пятьдесят грамм баночка шестнадцать семьдесят в общем 17 рублей но я считаю что это дорого но это для меня дорого не то что там дорого я не знаю сколько в турции ведь я там уже два года не не было я такая вся это самое ой аришки пишу ариша у тебя есть деньги на карточку она на карточку получает на карточке у тебя деньги есть заплати мне закажи я это самое и я тебе отдам потом наличными также не хочется такая погода ужасная и дождь еще вдобавок вот немножко прекратился и если дождь вообще не хочется выходить тем более при таком ветре уже под зонтиком не пойдешь он просто его сломает орешка говорит у меня семь рублей только на карточке я говорю у меня столько но короче все равно не получается и не хватает потому что у нее карточка 1 а у меня карточка другая а там когда переводишь еще рубль надо заплатить в общем кругом мир шмяк просится домой пойду впущу девочки просился а шел неизвестно сколько вот ну и короче у меня ничего не получилось орешка говорит десятого я получу деньги я тебя перечислю но это ж надо идти я говорю ой наверное я пойду на поеду в банк положу денежку и закажу кофе она говорит и погода такая ужасная ну и тут я так думаю ну что это делать смотреть на ту карточку на которую мне присылают мои любимые зрители мои любимые подписчики я посмотрела и смотрю что там есть и денежки конечно с россии потому что ну я вижу как это вот переводится потому что когда вы посылаете свою тысячу то ее сразу же как бы забирает банк как будто бы вы ее сдаете и и я уже получаю там уже с этими высчитами огромное спасибо вот огромная огромная моя благодарность тому кто мне присылает есть конечно такие хейтеры которые пишут что вот я сижу постоянно попрошайничаю поэтому мне присылают я думаю девочки я ведь не попрошайничаю не прошу если вы прислали я вас благодарю а так сидеть и выпрашивать у кого-то деньги что мне там плохо или еще что нибудь и я никогда ни у кого ничего не просила и всегда старалась добиться в жизни сама всего но так как пришел сел 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 здесь и высматривает что же я тут делаю вот но все блогеры получают донаты выходит на прямой эфир я что-то у меня не получилось это я попробовала прямого эфира у меня не получилось донаты настроить я не знаю как это делать оришка сказала я тоже не знаю что это такое короче да 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 ой а лапы то мокрые ну здоровайся со зрителями давай смотри туда вон туда посмотри вот здрасте скажи я пришел лапы мокрые сейчас ой шмяка усядется сейчас на колени и будет спать а мне это надо у меня есть другие дела у меня есть другие дела а вот ой лапы мокрые холодные сейчас будет царапаться у меня вот мои туники все под зацеплял у него такие длинные ногти но я сейчас посмотрела что нельзя ногти вот уличным к там обрезать вот короче что разглагольствоваться огромное огромное спасибо единственное что меня всегда как-то вот вот даже не знаю как это сказать что я не могу напрямую вот сказать человеку потому что мне никто не пишет все инкомнито высылают и я только вот так вот могу поблагодарить огромное огромное спасибо тому кто это прислал теперь я могу срочно заказать кофе а то вдруг оно опять пропадет очень хочется турецкого кофе оно мне очень очень нравится оно такое вкусное или такой вкусный как правильно такой вкусный наверное что-то я все время делаю не там где надо ударение так шмяка иди ты на диван куда-нибудь иди мешаешь ты мне в общем еще раз большое большое спасибо вот если бы так вот послали и потом мне в комментариях написали я такая-то такая-то я отправила вам переводик я хоть бы знала кто это вот так денежки приходят вижу что они пришли а кто и что не знаю ну ладно давайте тогда о другом что же я заказала себе нет сначала я вам покажу что Люда попросила еще заказать а Люда попросила заказать помаду она сейчас там с какой-то скидкой такой но я ее открыть не могу но я вам покажу ее свою потому что у меня я когда она только появилась я себе тоже заказала но это не мой цвет мне она не нравится иногда я вот что-то на меня находит и я бывает накрашусь это такой вот что-то то ли персик то ли абрикос вот такой вот рыжий-рыжий-рыжий цвет но он с перламутром не знаю хорошо ли это видно потому что теперь девочки включен у меня свет верхний и это такой вот знаете дает такой желтоватый цвет поэтому я не знаю как она вам покажется но помада перламутровая вот что мне в ней нравится что она перламутровая но ни одного оттенка среди этих помад я не нашла для себя там они персиковые абрикосовые там какие-то смешанки ну а Людусе это нравится для себя я заказала тушь потому что у меня тушь закончилась и тут появилась тоже со скидкой с хорошей там по акции по какой-то я так и смотрю где какая акция потому что сейчас в фаберлик что они делают они комплектуют вот надо тебе дезодорант возьми его вместе с кремом для тела ты хочешь купить порошок стиральный возьми два порошка вот поэтому я сейчас уже не заказываю порошок стиральный он у меня закончился я пошла в этот самый фикс прайс и купила просто коробку порошка потому что мне я не люблю вот делать вот эти огромные запасы а как иначе я не пользуюсь вот этими кремами для тела лето закончилось мне как-то это не нужно если бы было летом еще кожа сохла как-то мы загорали немножко да тогда умоешься нанесешь какой-то тоник может какой-то крем сейчас я этим не пользуюсь зачем мне покупать эти банки а вот дезодоран бы именно тот который там делают в комплекте я бы его взяла может быть там и можно но я думаю что я не пробовала там ничего искать может быть марточка сейчас посмотрит мое видео скажет что я тут неправильно все это говорю что может быть там его можно заказать отдельно может быть наверное у него и цена будет тогда соответственно я короче я заказала себе тушку и я очень рада вот это вот волуме я вам все время рассказываю что мне нравится вот эта тушь и больше я ее менять так у меня есть открытая старая и больше я ее менять ни на что не буду потому что две предыдущих туши вот с этой вот гнутой кисточкой на которой здесь какие-то надо сначала одной стороной красить потом надо открасить другой стороной у меня не получается у меня совершенно это ну руки не с того места значит растут может быть вот я пыталась и так и так у меня реснички маленькие и только этот тушь мне делает хотя бы не какие-то ресницы я тебе туши показала арише говорю ариша может быть тебе такая тушь надо она говорит правда тушь кисточка смешная но говорит я попробую у нее реснички большие там пару звахов и все в общем я открываю вам свою предыдущую тушь и показываю это я уже согнула немножко это меня как-то научила настя научила вот так говорит надо согибать немножечко говорит тогда удобно красить вот и сейчас это тушка со скидкой если вы там берете на 14 рублей с копейками тогда она вот стоит 5 но 5 это не 10 правда мне она нравится я обрадовалась я ее взяла потом я у меня заканчивается шампунь обычно я его покупаю фикс прайсе такой дешевый но он неплохой и мне главное чтобы у меня было потом ополаскиватель хороший и масло хорошее а шампунь можно любым помыть голову поэтому вот эти шампуни которые в магазине по 17 по 20 с лишним рублей я их не покупаю вот и я посмотрела здесь вышла новая серия шампуней вот медовый крапивный какой третий а я не помню вот и я решила что мне надо медовый потому что я почитала о нем так хорошо написано что он так питает сухие волосы они у меня такие ну вот и с чем бы я не пробовала они мягче не становятся только если я нанесу потом масло какое-то вот сейчас я одену очки и мы посмотрим что тут красивого написано медовый шампунь мед уникальный источник полезных веществ который используется в народных рецептах со времен Древней Руси в нем содержится большое количество витаминов и целый ряд незаменимых аминокислот помогающих сохранить красоту и здоровье волос надеюсь что это так шампунь с натуральным медом из алтайского края мягко очищает питает волосы предопрощает пересушивание способствует укреплению водяных лук каких луковиц волосяных луковиц дарит дарит прядям с шелковистость и естественное сияние девочки запинаюсь не потому что я ищу знакомые буквы а потому что настолько мелко написано что надо было луку наверное взять шампунь посмотрите какой густой посмотрите вот он такой вот плывущий мне это очень нравится его хватит надолго надеюсь что он мне подойдет для моих волос что будет все замечательно и последнее что я заказала себе это кондиционер вот эта вот серия была этот раз дешевле чем другая обычно эта серия всегда дороже ну а тут так получилось тоже там какая-то акция и она дешевле летом я не пользовалась никакими кондиционерами для белья потому что было лето было солнышко постираешь тем более если на солнце вывешиваешь белье какое-то солнце выедает и вот этого аромата никакого не остается а так он не совершенно не надо ни для чего именно для аромата я его покупаю сейчас когда я больше вешаю белье в этом в ванной то мне хочется заходить в ванную комнату и чтоб там вкусно вкусно пахло вот а допустим зажигать палочки или свечи в ванной чтоб этот был какой-то аромат я это вот просто оставить и пойти в другую комнату я боюсь ну это же это же страшно правда так биокондиционер натуральные и спортивные ткани а еще что это такое для жесткой воды 30 стирок восточный микс в общем короче я восточный аромат взяла что-то мне захотелось чего-то сладенького а че тут такое где тут что тут интересно из чего он тут состоит а тут вообще ничего не сейчас я попробую найти этот самый увеличилку из чего он тут по чули жасмин сандал и ланг и ланг в общем восточный и с пряными восточными нотами вот так вот сейчас я его понюхаю там был более легкий аромат но я думаю надо что-то посильнее чтобы он еще остался после того как высохнет белье с ароматом я ошиблась ни жасмина ни ланг и ланга я здесь не слышу сладости тоже я не слышу запах какой-то не очень приятный сам по себе он жидкий короче это не мое но придется пользоваться какой мне нравится мне нравился всегда е е кондиционер е зеленый вот это был мой аромат но его нет теперь он пропал и очень-очень давно как-то я купила голубой и купила его в фикс прайсе тащила эту огромную бутыль потому что она недорогая была вылила я его моментально вкусный аромат конечно был но дело в том что он вот я его пока я ополощу и наливаю туда много там запах есть повешала вроде бы есть высохло ничего нет вот а вот раньше вот этот е был я брала маленькую бутылочку немножко нальешь и потом вот если ночную рубашку допустим пополощешь я еще одевала ее ложилась спать и я этот слышала аромат теперь этого нет в общем все становится дороже все становится хуже вот так вот ну все мои дорогие вот вот такое мое видео вот такие вот у меня заказ а что-то я не дождусь своих других заказов я вам покажу что же я заказала на алиэкспресс раз раньше часто делала заказы а теперь там тоже становится дороже все да еще ндс берут ну что-нибудь иногда так то что нужно и то что бывает дешевле я заказала себе девочки для очок очков для очков для очков разного цвета были но почему-то мне черную не хотелось я взяла заказала розовую здесь такие вот силиконовые держалки потому что я последнее время переломала очень много своих очков и у меня теперь их нету чтоб они у меня лежали на одном столе на другом в общем где я иду на каждом шагу у меня были очки в сумке должно быть и обязательно если возьму другую очки обязательно оставлю там или в карман вот вчера ходила в карман положила вот пришла кофту сложила вместе с этими с очками она лежит в шкафу очков нет ни в одной сумке ни в другой и вот собирайся в магазин а их нету нет ну так я вижу я увижу продукт все ну допустим почитать что там где написано это уже уже нет и в общем себя чувствуешь как-то не очень удивительно поэтому я решила что мне надо очки повешать на шею пусть они здесь полтаются ну как как колье как колье вот так вчера кстати когда относила света ее заказ и женщина подошла покупала перчатки и у нее тоже на этом самом я посмотрела на на шее висят очки думаю ни одна я не не одинока все мои дорогие еще раз огромное спасибо тому кто мне прислал денежку так что я сейчас наверное включу компьютер и закажу себе кофе а может быть сначала съезжу в город потому что мне надо в магазины пенсию получила можно тратить вот и надо надо купить продукты и что-то послать своим детям или самой съездить или так не знаю посмотрю как получится потому что по такой погоде не очень то хочется аришка заболела максюшка заболел мишка заболел в общем втроем сидят один в школу не ходит но ариша не работает мишку в сад еще не отдали начинается такая погода максюша позавчера пришел говорит 38 температура сбила на ночь утром встал опять у него температура у орешка говорит у меня сопли ручьем текут тоже слабость тоже плохо себя чувствую в общем короче короче ужас я уже купила там йогурты там еще что-то печенюшки надо наверное что-то еще вот что-то прикупить и такси заказать это доставку туда отправиться это проще всего у нас теперь это самое хорошее и дешевле стоит чем я поеду туда и обратно то зачем мне надо когда все больные когда все больные да с температурой чтоб мне еще прихватить за мной ухаживать некому все надо самой вот все мои дорогие на сегодня все смотрите мое видео ставьте лайки ну а если не нравится кому то можете дизлайки конечно ставить это на ваше усмотрение а то тоже там пишут что выпрашиваю не выпрашиваю ничего просто смотрю вот когда смотришь чьё-то видео все говорят подписывайтесь ставьте лайки просто напоминают чтоб вы не забывали этого делать вам это простенько а мне очень приятно так хочется чтоб скорее было у меня пять тысяч хотя последнее время вот девочки смотрю что просмотры совсем упали но это не я одна говорю очень многие говорят что происходит не знаю все пока на сегодня все тебе все это что все это все Продолжение следует...